Органы по трудозанятости и социальной защите трудоустроили более 20 тысяч молодых людей. Сейчас узнаем, что нужно для того, чтобы получить работу учащимся школ и студентам. Ежегодно проводится работа в трудоустройстве молодежи в свободное от учебы время. Заключаются договоры и определяются виды работ. В рамках заключенных договоров по временной трудовой занятости учащейся студенческой молодежи, они могут принять участие в работах по озеленению территории, по уборке территории на ведение порядка. Также по ремонту школьной мебели, изготовлению сувенирной продукции и другие виды работы. Для того, чтобы трудоустроиться, нужно обратиться в территориальную службу занятости. Именно тут ребятам помогут определиться с выбором работы. Их в городе Нинске три и обращаются в отдел обслуживания по месту постоянного жительства, регистрации. Для трудоустройства учащимся школ стоит захватить с собой следующие документы. Они представляют обязательно паспорт, ну а также справку о том, что они являются учащимися либо студентами. Кроме того, выпускников учреждения образования, которые получили высшее среднее специальное либо профессионально-техническое образование и справку о самостоятельном трудоустройстве, возможно, заинтересует еще одна программа, которая предполагает приобретение опыта практической работы данных выпускников по полученной ими профессии. Согласно трудовому законодательству, работодатели уже с 15 лет могут заключить трудовой договор с подростком с письменного разрешения родителей. С 16 лет подростки могут принимать решения о подработке самостоятельно. Комитетом по труду также сформирован перечень временных сезонных работ, на которых могут поработать учащиеся и студенты города Минска. Данный перечень ежемесячно актуализируется, размещается на сайте комитета по труду занятости социальной защиты Мингородсполкома. Я как человек творческий хочу найти себе что-нибудь творческое и надеюсь, что специалисты мне помогут с выбором. Я считаю, что это очень круто, иметь такую возможность на каникулах подработать и не зависеть от родителей. Информацию о трудоустройстве подростков я узнала на классном часу от нашего классного руководителя. Здорово, давай пять. Всю интересующую информацию о трудоустройстве можно найти на официальном сайте органов по труду, занятости и социальной защите. А в утреннем дозоре на 360 с вами была я, Настя Рудская.